56 конкурсных кинофильмов и свыше десятка тысяч кинозрителей. В Чебоксарах завершился 8-й международный кинофестиваль, посвященный кинематографу малых народов. Позади неделя конкурсных кинопоказов и творческих встреч. В эти дни в Чебоксары съехались именитые мастера кино, начинающие актеры и кинорежиссеры, которые представили на суд зрителей несколько десятков игровых и документальных фильмов. Основной идеей фестиваля была поддержка кинематографистов из регионов России. В рамках фестиваля прошли конкурсные показы кинолент, посвященных малым народам страны. Специальный приз главы Чувашии в номинации за отражение темы гражданственности и патриотизма в киноискусстве получил фильм Рамиля Солохуддинова «Белая-белая ночь». Итоги фестиваля подводились по 21 номинации. Чувашия была представлена двумя кинолентами. Фильм «Хорла» Марата Никитина взял приз за лучшую режиссуру, а фильм режиссера Владимира Синяева «Куратор» был отмечен в номинации за лучшую актерскую работу. Гран-при фестиваля завоевала картины Нигины Сайфулаевой «Как меня зовут». «Приз – это всегда мнение сегодняшнего состава жюри. Это не судьба вашей картины. Это всегда победа, если вы оказались в кругу своих коллег. И вообще оказаться, по-моему, в пуле такого специалиста, как Сергея Александровича Лаврентьева, это большая удача и уже победа». Уже второй год подряд на Чебоксарском кинофестивале представлена отдельная премия интернет-блогеров. «Культурная жизнь нашей республики перемещается потихонечку в интернет. О ней пишут, о ней говорят. Это очень важно для интернет-стреды и очень важно, чтобы в интернете как можно больше появлялось об этом интересной информации». В этом году Чебоксарский кинофестиваль вышел за пределы города. Актеры и режиссеры проводили творческие встречи не только в Чебоксарах, но и в районах республики. «Я переезжала без сил от увиденного, от прочувствованного, от таких встреч, которыми я буду жить очень долго. Тот прием, который оказывали мне, я пыталась этому соответствовать. Поэтому я не хочу уезжать и придется это сделать. Мне будет очень не хватать ваших сердец, этой радости, этого гостеприимства высочайшего класса». Встречи со зрителем вдохновляют гостей на создание новых творческих проектов. Так молодой режиссер Владимир Вобликов уже строит планы съемок художественного фильма в Чебоксарах. «Есть сейчас идея, то есть есть сценарий определенный художественного фильма, полнометражного. К следующему кинофестивалю возможно, что мы сможем уже его представить». Среди более чем ста мероприятий фестиваля прошли специальные программы экранизации русских народных сказок. В кинотеатрах проходили ретроспективные показы фильмов, посвященных юбилею Победы. В рамках празднования Года литературы в России были показаны фильмы «Великая литература» глазами Александра Сокурова. Александр Гаврилов, Андрей Спиридонов. Республика.